Привет, студенты! Смотришь Универнию. Специально для тебя самые свежие новости студенчества. Китайские магистранты в Казанском федеральном здесь обучались по дисциплинам машинное обучение и теории алгоритмов. В КФУ за сохранение культурного наследия на острове Градис-Вьяшс подписано соглашение о сотрудничестве с фондом возрождения. А теперь на шумевшем три клиники КФУ ждут значительные изменения. Медицинские учреждения Казанского федерального переживают весьма драматичные, колоссальные и необходимые изменения. Обо всех подробностях шумных и громких событий сразу трех клиник КФУ расскажет наш корреспондент Аделя Шамилова. Сразу три медицинских подразделения Казанского федерального ожидает скорейшее преображение. А именно прямо сейчас проходит долгожданный ремонт в старинных зданиях на улицах Ершова-2 и Вишневского-2, а также бывшего военного госпиталя, которые переданы Казанскому федеральному. 8 февраля данные медицинские учреждения посетил ректор КФУ Ильшат Гафуров и начальник управления строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств аппарата кабинета министров Республики Татарстан Ильдар Сибгатулин. Цель визита заключалась в желании убедиться в исполнении сроков и качестве выполнения работ. Первой точкой стал хирургический комплекс университетской клиники. Визит интересен тем, что объект находится на последней стадии перед сдачей. Официально запуск всех блоков этого медучреждения запланирован на 1 марта 2017 года. Сейчас уже можно говорить о том, что новые стандарты предоставления медицинской помощи будут соответствовать всем мировым требованиям. Естественно, временные неудобства все же присутствуют. Отделение клиники рассчитано на 240 койко-мест, причем большая часть из них находится в введении хирургического отделения. Более того, ежедневно порядка 100 человек привозят сюда на скорой помощи. Однако, если хирургический стационар и приемно-диагностическое отделение на Ершова-2 могут слушать примером того, как должны выполняться поставленные задачи, то поликлиника на улице Вишневского-2, напротив, заставляет задуматься о многом. Также, как на предыдущем объекте, прием больных во время проведения ремонтных работ ощутимо затянулся. Такое положение дел недопустимо, выразил свое мнение ректор КФУ. Более того, сметная стоимость работ за последние полгода выросла, в то время как результаты не радуют. Именно поэтому ректор КФУ занял бескомпромиссную и довольно жесткую позицию. В течение разговора ректор добился того, чтобы из сметы были вычтены те позиции, которые тормозят сдачу основных помещений. Последней точкой обхода стал бывший военный госпиталь. Ильшат Гафуров и Ильдар Сибгатулин убедились в соблюдении сроков работ. Трудности на этом объекте заключаются в необходимости согласования всех этапов с Министерством культуры Татарстана. Ведь здание входит в число культурных наследий республики. Требования по его сохранению вступают в противоречие со здравым прагматизмом. Ведь вместо бетонных перекрытий этажей приходится использовать деревянные реконструкции, что умешает долговечность столь масштабной работы. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Совсем недавно мы говорили о центре Всемирное культурное наследие КФУ, который открылся на острове Градис-Вияшкс. Центр располагается в историческом здании дома Крылосово и хранит себе большую историю. Подробнее расскажет наш корреспондент Анастасия Иванова. Здание культурного объекта Дом Крылосово был создан в конце XVIII века на острове Градис-Вияшкс по традициям классицизма. Этот каменный дом сдавался советникам Владимиром Крылосовым Свияшскому уездному училищу, открывшемуся в 1818 году Казанским императорским университетом. Памятник был отреставрирован силами фонда возрождения. Теперь его переделали в КФУ под реализацию образовательных и исследовательских программ. В настоящее время в Доме Крылосово открыт современный информационно-образовательный центр Всемирное культурное наследие Казанского федерального университета. На первом этаже находятся шесть комнат, среди которых выставочный зал и, например, Александровский зал для проведения пресс-конференций и совещаний. Посетить информационный центр, послушать лекции и мастер-классы могут не только жители, но и гости острова. Помимо этого, здесь будут заниматься ученики небольшой школы острова в рамках филиала детского университета. А для работы студентов-реставраторов здесь отведены специальные лаборатории. Созданы первичные только структуры лаборатории, хотя все мощности физико-химического инструментария, которым обладает сегодня университет, они так или иначе задействованы в решении задачи фонда. И самое главное, не только создать, самое главное потом все это еще и сохранить. Поэтому нужно нам подготовить специалистов, которые придут здесь, будут работать взамен тех людей, которые сегодня. Должна быть смена поколений, а самое главное, чтобы молодые люди осознанно приходили на эту работу. С возможностями центра ректор КФУ познакомил первого президента Татарстана, государственного советника республики Ментимера Шаймиева. После чего между КФУ, Республиканским фондом возрождения, Министерством культуры Татарстана, а также Зеленодольским районам, было подписано соглашение. Вместе они будут активно работать над сохранением национального, исторического и культурного наследия Татарстана. То, что связано с сохранением жизни человека, это требует глубочайших научных исследований и достижений. И то, что вы сейчас этим занимаетесь, кроме благодарности уже сегодня и на будущее, безусловно, это обеспечено. Здесь уже археологические находки уже извещают. Вот мы посмотрели аспиранта, этим занимаются. Я должен благодарить, что и сегодня соглашение подписано фондом и между университетом будем сотрудничать на благо возрождения. Спасибо. В Казанском университете закончили свое обучение китайские магистранты из университета Шэньчжэня. Это первый опыт Института вычислительной математики и информационных технологий. Обо всех подробностях расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Впервые в Казанске федеральной по обмену прибыли китайские магистранты из университета Шэньчжэня. Данный проект является пилотным. Это первый опыт Института вычислительной математики и информационных технологий по реализации образовательных модулей на английском языке. Идея сотрудничества зародилась в сентябре 2016 года. И уже в ноябре делегация Казанского федерального посетила университет города Шэньчжэнь. На встрече они подписали меморандум о взаимопонимании и договор о сотрудничестве. А уже через месяц пять первых китайских магистрантов приехали в Казанский университет, в Институт вычислительной математики и информационных технологий на изучение двух образовательных модулей. В чем особенность преподавания российским студентам и меморандумам? Ну, конечно, барьеров больше. Во-первых, языковой барьер. А во-вторых, все-таки культурная разница. Надо немножко пообыкнуться. Много непривычного и для них, и для нас. Мы смогли их заинтересовать, я думаю. И показать важность того, что мы преподавали. Первооткрывателями стали китайские студенты колледжа компьютерных наук и программной инженерии с разных департаментов, которые смогли проявить себя в конкурсном отборе. Я приехал в Казань с целью получить хорошую математическую подготовку. Ведь в нашем университете Шэньчжэне этому не уделяют такого внимания. К тому же здесь преподаватели имеют индивидуальный подход к студентам. И этим, пожалуй, и отличается обучение в Казанском университете от университета Шэньчжэня. Китайские магистранты в первую очередь нацеливались на освоение теоретических курсов с серьезной математической подготовкой. Я бы хотел и в дальнейшем продолжить обучение здесь, уже в аспирантуре. Ведь в университете Шэньчжэня много практики, а в Казанском федеральном больше теории. Поэтому, комбинируя эти два направления, можно достичь гораздо больших успехов. В течение двух месяцев иностранные студенты изучали две дисциплины. Это машинное обучение и теория алгоритмов, где на освоение каждого курса уделялось более 190 часов. Я обязательно порекомендую своим друзьям Казанский федеральный университет, потому что здесь очень красивые и комфортные кампусы, внимательные преподаватели и очень хорошее оборудование. По окончании обучения китайские магистранты получили сертификаты, которые подтверждают, что они освоили учебные дисциплины в другой стране. Данная программа является двусторонней. И в апреле этого года теперь уже магистранты Казанского университета поедут обучаться в университет Шенчженя. Такое плодотворное сотрудничество и общение Казанского федерального и университета Шенчженя свидетельствуют о дальнейшей работе и совместных проектах. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Пока это все новости. На сегодня с тобой была Диана Шилова. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!